Говоря о поиске информации в тексте, важно понимать, что текстовую информацию в языке Python мы храним в объектах строкового типа. Поэтому было бы неплохо вспомнить, какие функции и методы есть у строк в стандартной библиотеке, которые могли бы нам пригодиться для решения наших конкретных задач. Начнем с того, что мало нуждается в комментариях. Мы можем проверить, что одна строка входит в другую строку, используя ключевое слово in. Мы запустим данный код и убедимся в том, что строка abc действительно входит в строку abcba, а строка abce не входит. Однако, если нас интересует конкретное место, начиная с которого наша строка входит в данную строку, то мы можем использовать метод find. Этот find вернет позицию, начиная с первого вхождения строки, которую мы передали аргументом, внутрь нашей большой строки. А если переданный аргумент в нашу строку не входит, например, строка abc, то мы вернем значение минус один. Здесь и далее, когда мы будем использовать стандартные методы и функции языка Python, я советую вам также читать их документацию. Прежде всего, в документации вы найдете те аргументы, которые имеют значение по умолчанию и чаще всего замалчиваются. А именно эти аргументы помогут нам расширить область применения функции. Например, если мы выведем на экран документацию метода find внутри класса str, то мы увидим, что она также принимает два дополнительных аргумента start и end. И по сути она ищет вхождение по строке sub внутри большой строки s с позиции start до позиции end. И передавать стартовую позицию в качестве аргумента иногда может быть удобно, если мы ищем индекс именно внутри большой строки. Потому что если бы мы запустили, например, метод find от слайса, в котором мы явно тоже указали стартовую позицию, то он бы вернул нам позицию внутри слайса. Метод index делает по сути то же самое, что и метод find, однако в том случае, когда мы не находим по строку внутри нашей строки, мы бросаем ошибку valueError. Мы можем использовать метод start.sub для того, чтобы проверить, начинается ли строка с какой-то другой строки. Пускай у нас есть какая-нибудь огромная-огромная строчка, и мы хотим проверить, начинается ли она со слова the man in black. Мы можем запустить данный код, убедиться в том, что она в действительности начинается. Если мы откроем документацию, то мы опять увидим, что у нас есть также индексы start и end, внутри которых мы будем проверять, начинается ли строка с нашего префикса. Однако в конце документации мы увидим интересную деталь. Мы знаем, что префиксом также может быть и кортеж из строк, которые мы должны попробовать. Когда мы могли бы переписать вызов нашей функции и передать внутреннюю кортеж из трех элементов, чтобы проверить, кто идет по пустыне, женщина, собака или человек в черном. Тогда если мы изменим мужчину на женщину, то мы, конечно же, также получим true. Собака нам тоже даст значение true, а вот какой-нибудь, я не знаю, кит нам, к сожалению, не подойдет. Также у нас есть метод ends with, который проверяет, заканчивается ли строка на какую-нибудь строку. Его удобно использовать, например, для проверки форматов имен файлов. Он принимает все те же значения, которые принимает функция старт-суис, однако проверяет их с конца. Также мы можем использовать метод count для того, чтобы проверять число вхождения одной строки внутрь другой строки. И можем запустить данный код и убедиться в том, что действительно вхождение 2. Однако нужно понимать, что она находит число непересекающихся вхождений. Стоя на то, что вроде как здесь у нас есть строка aba и строка aba, то он на самом деле вернет нам значение 1. Если мы увидим документацию данного метода, то мы увидим, что она также принимает старт-энд позиции, то есть внутри какого диапазона нашей строки нужно искать вхождение. И мы также увидим уточнение о том, что он ищет непересекающееся вхождение нашей подстроки. У части из данных функций есть правосторонние аналоги. Они делают все то же самое, но начинают читать строку справа налево. Например, если бы мы хотели найти вхождение строки aba в строке abatsaba, то мы бы, конечно же, вернули нулевой индекс, потому что вот же оно, первое вхождение нашей строки. Однако, если мы используем функцию rfind, которая будет искать первое вхождение справа, то нам вернется значение 4 лишь потому, что вот же оно, вхождение нашей строки справа.